Всем привет! Это Лиза Краснова и сегодня я хотела бы рассказать вам про своих фаворитов января. До меня как-то внезапно дошло, что все продукты, которые я хочу вам сейчас показать, с сайта iHerb. Поэтому сегодня вы видите 5 моих любимых средств с iHerb, которыми я пользовалась в январе. В общем, если интересно, продолжайте смотреть. Вот этот чай, который я купила под влиянием YouTube. Кстати, если вы еще не видели, я начала серию роликов, вот здесь будет ссылка. В общем, этот чай точно так же у меня и появился. Я думаю, что когда вы увидите коробочку вот такую красивую, сразу поймете, о ком речь. Этот чай безумно любит Алина Флайклауд. Если вы еще не видели, вот здесь будет ссылка на ее канал. Она очень хвалила этот чай. Он называется Harmi & Sons и вкус Париж. Единственная проблема в нем, то есть, что вот этот хвостик, он очень короткий. И если у вас высокая чашка, то вы рискуете просто топить постоянно этот пакетик в этой чашке. Ну, а так, в принципе, больше никаких нареканий на него нет. Это черный чай. И написано, что он содержит в себе натуральную ваниль, фрукты и цитрусовые нотки. В общем, так и есть. Он очень классно пахнет. С одной стороны, он действительно довольно ароматный, но при этом нет ощущения вот этой синтетической мерзкой одушки. Я думаю, что вы понимаете, что на Алифер продается только натуральные или максимально натуральные всякие средства. И вот если так засунуть в него полголовы, то реально ощущается ваниль. И такое, как будто вы находитесь в какой-то кондитерской лавке, где используют только натуральные ингредиенты. Я не знаю, как это объяснить. Вы знаете, если, когда ваша бабушка испекла пирожки, вот что-то такое. То есть, это аромат домашней выпечки. Кто знает, тот поймет. Чай великолепный. Я сейчас добавила себе в корзину мятный чай и еще какой-то чай, который нужно пить холодным. В общем, если мне он понравится, я расскажу вам о нем потом. А пока что первый фаворит, который я подсмотрела у Алины. Алина, привет, если смотришь это видео. Следующее, что я купила на iHerb, это крем для рук. Он очень странно называется. Крем для натруженных рук. При какие-то жуткие морозы. И мне удалось его потестировать действительно вот прям в работе. Ссылки на все продукты я оставлю внизу. Нажимайте кнопочку еще, и там откроется весь список. Если вы едите за просмотром этого видео, не заходите по этой ссылке. Просто я вас предупредила заранее. Но этот крем восстанавливает руки просто мгновенно. Вот за две ночи буквально он из таких шершавых, порэпанных действительно рук. Знаете, вот как моя мама в детстве назвала это цыпки. Я не знаю, как это называется. Такие красные точки на руках. Короче, я почему-то подумала, что я умнее всех, и ходила зимой в кожаных перчатках. И у меня, в общем, повредились руки. Я пользовалась этим кремом, и за две ночи он супер быстро все восстановил. Это какая-то магия. Сам по себе он вот такой белый. Когда я его только купила, он был так красиво выложен, знаете, как кондитерская такая помадка. Он вообще ничем не пахнет. Вот я сколько пробовала пытаться разнюхать там хоть какой-нибудь запашок, он вообще не пахнет ничем. Он по консистенции похож на какое-то мокрое масло. Вот я не знаю, как объяснить. Вот вы его наносите на руку, и он превращается в воду. Но когда вы его трогаете вот здесь вот в баночке, он похож на масло. То есть он очень необыкновенный. Он, мне кажется, в соприкосновении с кожей какая-то в нем происходит реакция, как вот у этого крема, который откил с авокадо. Он тоже такой сначала как масло, а потом превращается в воду. Вот в этом креме, наверное, точно так же. Он реально офигенно восстанавливает руки. Единственное, что жутко неудобно лазить вот в эту банку. Особенно, если у вас длинные ногти, все будет под ногтями. Но он классно очень напитывает руки. Я им также мажу пяточки. И он реально бесконечный. Мы пользуемся им вдвоем уже месяц. И вообще даже не видно, что он, в принципе, как-то так активно используется. Следующее, что хочу вам показать, это было мое удивление. Мне это, когда я обрезала корейку, мне стала срочно нужна круглая щетка. И, конечно же, первое, куда я обратилась, это был бренд Эко Тулс. Я знаю, что они изготовлены из cruelty-free всяких материалов, поэтому я обратилась к ним. Это щетка пластиковая, но в ней содержится также, кроме вот этих обычных таких пупырочек, шерстяные. Ну, они не шерстяные, они из какого-то синтетического материала. В общем, ворсинки, которые очень круто прочесывают, проглаживают волосы и вот так укладывают кутикулу. У нее довольно крупный объем. То есть она действительно... Ну, вот вы можете видеть, она очень крупная. Очень крупный диаметр у нее. Огроменный. Она размером вот с ладонь. Но там есть такая же щетка меньшего размера. Я оставлю ссылки на эту щетку и на ту щетку, которая меньшего размера. И многие люди писали, что эта щетка для них очень большая и неудобно ей оперировать. Но мне кажется, что все удобно. Здесь, во-первых, хорошая ручка, за которую можно хорошо взяться. И щетка очень классно прокручивает вот именно волосы внизу. Конечно, если вам нужно делать прикорневой объем, возможно, будет логичнее взять щетку меньшего диаметра. Тут, по-моему, 3,5, а там 2,5. Что-то такое. Но мне очень удобно, потому что прикорневой объем я не создаю. У меня руки не из этого места. А чтобы волосы красиво подкрутить внизу и просушить, это, конечно, вот ради бога. Тут еще она с дырочками, поэтому через нее легко проходит воздух, волосы хорошо сушатся, не повреждаются. У меня очень много людей спрашивают, какими кистями я наношу тональный крем. Real Techniques. У меня для нанесения тонального крема сейчас кисть Real Techniques, которая называется Expect Face Brush. Она не кругленькая, как вы можете видеть, а такая немного сплющенная. Но у нее круглый срез, она очень мягкая, она синтетическая. И она очень хорошо наносит все кремовые основы. Ей также, в принципе, можно нанести хайлайтер, что я, в общем, делала. Она его так вот красиво очень заполировывает. Можно наносить пудру. Честно говоря, ей можно наносить все, что угодно, лишь бы вам было удобно. Она действительно клевая. Раньше у меня была Buffing Brush. Она была полностью круглая, не такая сплющенная, как здесь, а именно полностью круглая. Она тоже очень крутая. А пудру и румяна я наношу вот такой кистью. Она, кстати, из набора, где была та Buffing Brush. Эта кисть называется Multility Task Brush. Очень пушистая, очень мягкая, хорошо наносит румяна. Я ей также наношу пудру. Очень-очень тонко ее кладет и очень равномерно. Можно даже из-за шрица наносить хайлайтер, а еще если ее вот так вот сжать, то можно наносить скульптор. Короче, кисти Real Techniques очень классные на свою стоимость. Они феноменально работают. Вот этой кисточке уже, наверное, лет 5. Я ее стирала, причем так безбожно совершенно. Не в специальных средствах, а просто в мыле вот так вот крутила. Естественно, невозможно найти какой-то суперидеальный набор, где вам будут либо нужны все-все-все кисти. Но мне кажется, что брать кисти в наборе как-то дешевле, нежели брать их по отдельности. Но вот эти две кисточки могу вам советовать. И последнее, что я хотела бы вам показать. Это вообще не косметический фаворит. Это вообще не фаворит, который где-то можно купить. Я, ну блин, я просто не могу это вам не показать. Потому что это случилось в январе. И я настолько поражена этим фактом. В общем, у меня дома пророс тюльпан. Вот этот малыш, видите? Я думаю, вы понимаете, что я люблю тюльпаны. Никовку этого тюльпана мы привезли из Амстердама. Вот здесь был влог, где я показывала, как мы их выбирали. Я, честно говоря, не помню, какие там тюльпаны вырастут. Потому что мы купили тюльпаны, где собраны разные сорта. Я не представляю, какой именно этот. Но этот пророс первым. И сейчас у меня на подоконнике еще три горшочка с проросшими цветочками. Я очень сильно надеюсь, что он вырастет до состояния настоящего цветка. Потому что прошлый раз, когда я высаживала тюльпан, он, к сожалению, загнулся где-то на половине пути. И я хочу вам показать его сейчас. Чтобы все, кто хочет, чтобы у меня пророс тюльпан, держали за него кулачки. И чтобы в скором времени я показала вам уже настоящий, огроменный, целый тюльпан. Если вы не знали, то я цветочница бешеная. У меня все подоконники заставлены цветами. Держите за нас кулачки. Пишите приятные комментарии. Я поставлю его возле монитора. И все ваши приятные слова будут помогать ему расти. И, кстати, мы можем придумать ему вместе. Имя будет у нас какой-то общий домашний питомец. Да. Но у меня никогда не было домашнего животного. Поэтому у меня очень много цветов. Это были все фавориты января. Я надеюсь, что эти пять моих находок с iHerb помогут вам определиться с тем, что купить на iHerb. Если вы никогда не покупали на сайте iHerb, внизу будет ссылка со скидкой на ваш первый заказ. В общем, переходите внизу. Будет вся информация. Все напишу, что нужно. Дам все ссылки, все названия. Если какие-то вопросы еще остались, задавайте их внизу. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. Спасибо за просмотр.